У главного редактора одесского сайта «Таймер» с 7 утра сегодня проводится обыск. Насколько я знаю, обыск продолжается. Об этом сообщили некоторые украинские СМИ, вот в частности «Украинская правда». Что сообщило, почему этот обыск происходит у журналиста? Давайте прочтем. Вы знаете, что такое материалы с сепаратистским уклоном? Вот я встречал сепаратистов, это каталонцы, к примеру, которые на улицах стоят, в палатках специальных раздают флажки Каталонии, а также буклеты. Почему Каталония должна быть отдельно от Испании? Вот это вот сепаратисты. Их не бомбят, не расстреливают, не хватают, люди в балаклавах не подбегают. Это так принято в Европе, так принято в цивилизованном мире. В не цивилизованном мире принято приходить с обысками и обыскивать журналистов за то, что у них новости с сепаратистским уклоном. Кстати, на той же «Украинской правде», на той же главной странице размещена другая новость о том, что в так называемой ДНР невозможно работать независимым журналистом. В качестве доказательства приведены фотографии какой-то разгромленной квартиры. Что это за квартира, непонятно. Возможно, это квартира мужа, который пошел за прокладками, но купил вместо них пиво. Так вот, в так называемой ДНР свободно работают независимые журналисты, если они публикуют объективные материалы. Пусть эти материалы даже идут в разрез с политикой так называемой ДНР. Никто их не хватает, никто их не садит, если у них есть аккредитация. Страна, в которой проводятся обыски, в которой арестовывают журналистов, чья позиция отличается от позиции линии партии государства, является тоталитарным государством. Это тоталитарное государство, в котором нельзя раскрывать рот, в котором действует тотальная цензура, в котором людей преследуют за их убеждения, не имеющие ничего общего с нарушением закона. Все те, кто сегодня об этом молчат, завтра получат старицей от этого же государства. Я в этом абсолютно убежден. Просто пройдет время и вы увидите, как по этой реке будут нестись горлопанящие тушки тех, кто сегодня молчит. Тех людей, которые строят из себя журналистов, каждый день публикуя фейки, каждый день публикуя пропаганду, заменив слово журналистика словом пропаганда. И которые сегодня молчат, когда государство творит абсолютный беспредел по отношению к представителям прессы.